Отечественный автомобиль, принятый в народе называть буханкой, с трудом пробирается там, где дорога, казалось бы, закончилась. Спустя пару сотен метров машину и вовсе приходится оставить и продолжить путь пешком. Наконец, преодолев лесную полосу, оказываемся на просторном поле. Когда-то и здесь красовалось свыше полутора тысяч деревьев. Теперь на их место придут новые. Правда, это будет не скоро. Для начала нужно подготовить почву. Здесь у нас площадь 7,5 гектар. Она будет полностью успахана в этой плужиной борозды. Расстояние между ними будет около 4 метров, чтобы в дальнейшем проводить механизмированный уход за лесными культурами. А потом будет опахана минполосой для предотвращения распространения лесных пожаров. Чтобы процесс лесовосстановления шел быстрее, в рамках реализации нацпроекта «Экология» была закуплена новая спецтехника. В этом месяце автопарк пополнился тремя новыми гусеничными тракторами, вездеходом и восьмью катками-осветлителями. Из федерального бюджета на эти цели было выделено более 60 миллионов рублей. Она более мощная, более надежная. И, конечно, потенциал у нее гораздо больше, чем у нашей ТТТ-55. До конца года также планируется закупить 4 пожарных автомобиля, 2 автомобиля повышенной проходимости и 2 культиватора. Всего на территории региона в 2019 году для искусственного лесовосстановления будет подготовлено более 2200 гектаров. Мы прогнозируем, что объем площадей, которые мы подготовим в этом году, то есть там, где мы будем в 2020 году создавать искусственные культуры, ну, наверное, процентов на 20-25 будет больше, чем вот в этом году и, соответственно, в прошлом. Сохранение лесных ресурсов – один из важных направлений новой экологической политики региона, инициированный губернатором Дмитрием Мироновым. За последние два с половиной года нашей области почти удалось уравнять объемы лесовосстановления и вырубок. Никита Белохвостов, Денис Сахаров. День в событиях. Продолжение следует.